Друзья, всем привет! Добро пожаловать в новый книжный сезон. Сегодня посоветую отличные летние книги и поделюсь своими новостями. Ну а первое летнее видео мне хочется начать из первых летних книг. Кратким отчетом расскажу вам, с чего начинается мой читательский июнь. Кстати, вас я, конечно же, приглашаю в комментариях присоединяться ко мне, написать, уже вступили вы на борт нашего фрегата, начинается ли у вас уже читательский марафон. Если про него не слышали, вот отдельное видео, можно присоединяться в любой момент. У меня лично он уже начался и начался он со сборника Александра Куприна под названием «О колдовстве и любви». И вот как я предполагала, что Куприн меня порадует красотой своего слуга, легкостью своих сюжетов и при этом такой сладкой грустью в своих сюжетах, вот именно здесь это я и получила в первой повести, которая называлась «Олеся». Я с ее содержанием не была знакома, и вот сразу же хочется отметить основные впечатления. Я абсолютно не прогадала с выбором первой книги. Конечно, нужно было взять просто произведение с летней обложкой, но вот эта обложка и является, по сути, иллюстрацией к первому рассказу к Олесе, потому что она здесь и изображена. Это внучка лесной ведьмы, которая влюбилась в барина, который приезжал по делам в эту местность, и любовь у них была взаимная, прекрасная. Но как эта любовь столкнулась и разбилась, не буду вам спойлерить, если не читали о людские предрассудки, насколько грустной, но вместе с тем прекрасной эта история получилась, стала просто лучшим началом лета. И я, кстати, не обратила внимания, но здесь сзади у сборника есть как бы дополнительная аннотация, говорящая нам о том, что этот сборник не просто о колдовстве и любви, он в большей части про любовь. То есть здесь будут разные проявления этого чувства, и счастливые, и печальные, в общем, все грани, и мне очень хочется читать его дальше. Плюс очень удобный формат рассказов, потому что читается буквально за один вечер, но ты получаешь полноценную историю. В общем, я с первым пунктом не прогадала. И, как я и рассказывала, летнюю обложку я буду еще закрывать Лайт Ларком. Кстати, многие взяли эту книгу в марафоне. Если уже, опять же, ваше знакомство началось с этим произведением, дайте мне об этом обязательно знать в комментариях. И на июнь мой большой план продолжать великое пятикнижье Достоевского. Я закончила Бесов и приступаю к подростку. Возможно, сегодня, возможно, завтра, но в самое ближайшее время. Вот показываю вам, что взяла его в эксклюзивной классике, в варианте которой с твердой обложкой. И еще очень медленно, параллельно с изучением творчества Достоевского, я нахожу какие-то интересные эссе, какие-то книги, которые помогают глубже познакомиться с его произведениями. И покажу вам очень необычную книжечку, которую совершенно случайно в какой-то предложке, в каком-то книжном магазине она мне попалась. Это Ико Акамаяма. Это японский переводчик, который посвятил всю свою жизнь переводам Достоевского. Он на японский язык переводил его и «Преступление и наказание», и «Бесов», и «Записки из подполья». Ну, в общем, основные романы Достоевского. И вот эта небольшая книжечка, я бы назвала ее, наверное, сборником эссе, является таким размышлением, как иностранцу, как человеку абсолютно другой культуры, абсолютно другой ментальности. Как он подходил и доходил до мыслей Достоевского, путешествуя по России, здесь и про Москву, и про Петербург, и про места, где создавались основные романы. Я еще не все прочитала, вот оставляю себе закладочки, и мне очень нравится читать какую-то книгу и дополнительно про нее собирать мнение людей, мнение людей в других культурах. Это безумно интересно, это помогает глубже познакомиться, глубже самой заглянуть в творчество писателя, и для меня это совершенно невероятное приключение. Я очень надеюсь, что после всего, после всей моей эпопеи с Достоевским я смогу все полученные знания, весь свой читательский опыт как-то для вас выразить более последовательно и рассказать в том числе и вот про такие необычные книги. Ну, а начиная отдавать вам советы на лето, мне хочется поделиться прекрасной новостью. Я уже рассказывала, что одной из самых для меня долгожданных летних новинок является «Безмолвное чтение. Первый том от Прист». И тогда я в комментариях получила большую обратную связь, я поняла, что из вас тоже многие ждут эту книгу, и вот, наконец-то, у меня прекрасные новости. Предзаказ на книгу «Безмолвное чтение. Том первый жульен» в лимитированном издании, можно сделать эксклюзивно в интернет-магазине, мобильном приложении, а также розничной сети «Читай город». При оформлении предзаказов вас будут ждать подарки каждой книги, шоппер и открытка. Количество подарков ограничено, так что успевайте. Ну, а если вы еще не слышали про «Безмолвное чтение», то кратко расскажу завязку сюжета, потому что я жду там невероятного и очень крутого броманса. Главные герои – это полные противоположности. Лоу Вин Джоу – это капитан отдела уголовного розыска, а Фейду – это молодой повеса, который оказался волею случая в кресле президента крупной компании, потому что его отец попал в автокатастрофу. Они, конечно же, на дух друг друга не переносят, это полные противоположности, но они вынуждены сотрудничать для того, чтобы раскрыть смерть молодого человека, который приехал в большой город на заработке. И на этом хорошие новости у меня не заканчиваются. До 19 июня действует мой промокод booksaround, который подарит 25% скидку в интернет-магазине читайгород. Он действует на все, кроме небольшого списка исключений, вы его сможете найти по ссылочке в описании. Так что закупиться можно в том числе книгами и из своего списка. Плюс, конечно же, приятный бонус – книги доставят в любой уголок России, в ближайший магазин читайгород, магазин партнер буквоед или в пункт выдачи. Если заказывать книги в магазин, доставка будет бесплатной. Все ссылочки вы, как всегда, сможете найти в описании, так что обязательно заглядывайте и покупайте книги выгодно в интернет-магазине, мобильном приложении и розничной сети читайгород. Ну а я перехожу к своему списку летних советов. И вот лично для меня летний сезон – это всегда такой полный контраст, сочетание несочетаемого. Мне иногда хочется читать «Леденящие душу детективы», иногда что-то легкое, приключенческое, как будто отбрасывающее тебя в детство. И вот в сегодняшней подборке я постаралась все это сочетать. А вы мне, кстати, в комментариях тоже обязательно напишите хотя бы одну книгу, которую вы всем остальным читателям, зрителям канала, да и мне в том числе, можете посоветовать именно на это лето. Начать мне, конечно же, хочется с приключений, с чего-то более легкого. И вот чаще всего, говоря про приключения, мне хочется вспоминать в первую очередь классику. Ну типа Капитана Блада, не переживайте, классику мы тоже сегодня вспомним. Но начать мне хочется с такой современной классики приключений, с автора, которого я по-настоящему для себя открыла всего пару лет назад. И вот он мою вот эту взрослую тягу к приключениям, к современным приключениям удовлетворил просто на 100%. Это, конечно же, Артура Перрис Реверте. И в первую очередь я посоветую вам «Карту небесной сферы» или «Тайный меридиан». Здесь даже название прекрасное, уже настраивающее на приключенческий лад. И вот я лично сама в прошлом году, в прошлом летом читала это приключение, и оно просто идеально вырвало меня из реальности и унесло на поиски кладов и сокровищ. И вот чем примечательны все книги Артура Перрис Реверте, когда ты читаешь классику приключений типа Рафаэля Саботини или типа Дочери Монтесумы, но вот что-то более классическое, есть ощущение, что ты смотришь классный фильм. И да, есть ощущение попадания в историю, но все равно она как будто вот немножко от тебя отстранена. Ты наблюдаешь за ней извне, просто за классной историей. А у Артура Перрис Реверте настолько проработаны детали, плюс зачастую это не какой-нибудь там 16-17 век, это уже приближенная к действительности временная линия. И вот читая ее, ты по-настоящему проживаешь те самые поиски сокровищ, приключения. И в чем еще особенность именно этой книги, отмечу, кто-то называл ее слишком медленной, слишком скучной поначалу, но действительно здесь вот этот самый элемент, нам нужно собрать корабль, нам нужно собрать экспедицию. Он не просто две страницы, закупили провиантом, закупили необходимое оборудование, и вот мы уже счастливо плывем по волнам. Нет, здесь все досконально, ты как будто с героями выбираешь каждую составляющую этой экспедиции. И вот когда уже само приключение начинается, когда ты уже с кораблем отправляешься по волнам, вот тут есть этот момент, как будто ты вздохнул полной грудью, как будто ты подготовился вместе с героями к нему, и тебе становится еще интереснее, тебе ты еще больше проникаешься повествованием. И еще никак не могу остановиться говорить про тайный меридиан. Здесь еще и есть отсылки к мифологии. Они иногда совсем мимолетные, иногда они достаточно явные, но если вы с греческой мифологией в том числе знакомы, вы прекрасно будете понимать, о чем тут идет речь, и с кем персонажи или конкретные там повороты сюжета, как коррелируются. Я была в невероятном восторге, вот до сих пор с теплом вспоминаю эту книгу, и, очевидно, когда-нибудь еще ее перечитаю. Еще у Артура Пересерверта из современных приключений могу посоветовать Королеву Юга. Здесь не то, чтобы много приключенческой линии с поиском сокровищ, конкретно ее здесь вообще нет, но эта история очень интересная история, насыщенная, страстная, опасная о женщине, которая возглавляла картель. Здесь главная героиня Тереза ни перед чем не останавливается. Она буквально готова шагать по головам, она готова выгрызать вот то, что ей нужно у жизни. То есть это человек просто с остальным стержнем. И мне не хочется ей восхищаться, потому что она занималась преступной деятельностью, и вот все в ее жизни говорит о том, что это не очень хороший человек. Но вот когда ты эту историю узнаешь от Артура Пересерверта, ты не можешь хотя бы не сопереживать происходящему. И вот то, как бурлили здесь события, и как тебя просто захватывал этот водоворот, также книгу заставляет меня вам советовать. Из Артура Пересерверта, но более классического, это «Учитель фехтования», конечно же. Здесь очень классно все разбито, все построено как раз на уроках фехтования, потому что по сюжету здесь молодая девушка хочет научиться фехтованию, хотя женщина в то время, ну и не положена ей вроде как. Но учитель фехтования, один из самых, самая по сути знаменитая шпага в стране, соглашается ее обучать. И вот каждый их урок – это какой-то фехтовальный прием. И вот название главы, ну допустим, вот я открыла «Двойная ложная атака», книге объясняется, в чем суть этого приема, и как он может использоваться в жизни, как он используется в этой истории. Вот я такие параллели, такое интересное построение сюжета просто обожаю. Это было крайне любопытное и увлекательное чтение. А вот дальше, продолжая шагать по жанрам, внутри подборки с летними советами, я хочу посоветовать вам «Мистику» и «Фэнтези». И вот даже внутри этих направлений книги максимально разные, максимально на разное настроение. Во-первых, мне хочется начать с Роберта Маккаммана, его они жаждут. И Маккамман – это еще одна моя любовь и открытие за последнее время. И вот если вы уже у Стивена Кинга все перечитали, или вам по каким-то причинам не хочется возвращаться, или вам даже не понравился этот писатель, попробуйте Роберта Маккаммана. Вот я обещала себе их не сравнивать, но это тот писатель, которого тоже невероятно легкий и увлекательный слог. Любую книгу открываешь, и просто к ней прилипаешь. То есть вот именно для чтения в дороге, чтения где-то на пляже, очень расслабленного чтения эти книги подходят, но для того, чтобы ими увлечься. Но вот когда ты уже начинаешь читать, тебя полностью погружает сюжет. И вот они жаждут, эта книга про вампиров, про вампиров в Голливуде. Наиболее яркого сочетания тем, локаций, персонажей я даже придумать не могу. Если вам хочется чего-то кровавого, вампирского, жесткого, иногда даже жестокого, и очень такого вот жаркого по накалу событий, книгу, конечно же, советую. А еще, кстати, если в первом пункте марафона не выбрали горячую и жаркую обложку, вот она подойдет как нельзя лучше. И вот следом же за таким насыщенным, жестким романом, бурлящим романом, мне хочется посоветовать вам полное расслабление, полную релаксацию в прекраснейшем шолохе. Давно я не вспоминала этот цикл, хотя сама летом буду наконец-то читать «Долину колокольчиков». И если вы еще с шолохом не знакомы, то вот первая книга «Теневые блики», она, если что, может читаться отдельно и закончена, хотя и входит в общий цикл. Я прекрасно помню свои первые эмоции от ее прочтения, попадание вот в это лесное королевство, шолох, знакомство с законами, знакомство с локациями. Это все было прекрасно и очень похоже на попадание в какую-то компьютерную игру. Ну что-то типа Зельды, наверное, когда тебе не просто интересно читать сюжеты, когда тебе хочется исследовать этот мир, но и сам прекрасный шолох. Он и уютный, и не зря его, конечно же, называют лесным королевством. Он очень зеленый, очень такой вот предназначенный как будто для отдыха, но даже в этом прекраснейшем и благословеннейшем лесном королевстве происходят страшные вещи. И если вы думаете, что здесь будет какое-то детское беззубое расследование, нет, здесь и коварный злодей, и очень интересный злодей. И вот это повороты, конечно же, встречались. И вот шолох – это то, что нужно читать летом, где-то в саду, на даче, или просто выйдя в парк, чтобы еще большее погружение в сюжет почувствовать. Конечно же, советую начинать с первой книги. Если вы еще не читали, и первая книга понравится, то я вам завидую, потому что в цикле уже несколько томов вышло. Какие-то тома переносят нас вообще в другие локации, но какие-то продолжают тему Тенави, Полыни, и все того же прекрасного шолоха. Если, кстати, уже успели прочитать «Долину колокольчиков», обязательно тоже мне напишите. И еще одно, по моему мнению, абсолютно летнее фэнтези, без которого, без совета, по поводу которого я не обхожусь уже пару лет, это Евгений Гоглоев и его цикл «Арканум». Вот если вы любите морские приключения, если вы любите тайны, если вы любите корабли-призраки, вот этот интересный и абсолютно идеальный баланс и легкой долей ужаса, такой даже в стиле Лавкрафта, и приключения детских, подростковых, потому что главные герои здесь совсем молодые. Если вы по большому количеству загадок соскучились, конечно же, попробуйте «Арканум». Первая книга называется «Корабль из прошлого». И вот я прекрасно помню, еще когда я сама впервые увидела анонс книги, прочитала ее аннотацию, что здесь выплывает внезапно какой-то старинный корабль, им нужно его исследовать. Я сразу же загорелась прочитать, и на протяжении всего цикла, всей трилогии была абсолютно не разочарована. Это одно из немногих Янг и Далт произведений, которые я с удовольствием прочитала и на своих полках оставила с расчетом, что когда-нибудь в настроении еще вернусь и перечитаю. А вот дальше в моей подборке летних советов кое-что, что я считаю идеально подходит по атмосфере, но, скажем так, между жанрами назовем это кое-что интересненькое. Во-первых, это Daisy Jones and the Six. Это реверанс в сторону всех, кто любит рок-музыку, кто любит истории о группах, кто любит такой жанр мокюментари. Жанр этот является псевдодокументалистикой. Когда ты читаешь что-то такое или смотришь, допустим, у книги есть замечательная экранизация, полное ощущение, что ты смотришь и получаешь реальную историю, но на самом деле, конечно же, она выдуманная. Здесь 70-е годы, Лос-Анджелес жаркий, летний, знойный, и вот даже описание их одежды, их причесок, их образа жизни, все это тебя настраивает и переносит вот в ту атмосферу города, в то время, в то место и в тот период, когда каждый будний день это какой-то праздник, это музыкальный фестиваль, и вот если вам хочется получить эту атмосферу, но вместе с тем с достаточно грустной историей и сложной историей о молодой девушке, которая изначально имела абсолютно все, у нее и обеспеченная семья, и выросла она в богемной среде, и обладала она прекрасным голосом, идеальной внешностью, но как вот все эти слагаемые не являются залогом счастья, по сути, про это история и рассказывает, а еще у нее есть интересная деталь, которая раскрывается только в конце, и ты даже, ну даже о ней не думаешь по ходу повествования, это не будет спойлером, вы все равно, если не читали, наверняка удивитесь, я прекрасно помню, какое удовольствие мне эта книга принесла, еще из интересного, я советую вам Дни Савелия, Григория Служителя, сама читала книгу прошлым летом, и вот в чем здесь фишка, здесь повествование ведется от лица кота, который гуляет по Москве, который рассказывает о своей кошачьей жизни, кошачьей философии, но, конечно же, за котиками мы видим прекрасно людские судьбы, людские мысли, и здесь очень интересный момент, что все места реальные, все места ты прекрасно можешь посмотреть на карте, а можешь посмотреть и вживую, и вот прочтя эту книгу отлично отправиться на путешествие, на прогулку по летней Москве, и посмотреть на все места, которые здесь описаны, и по которым Савелий, гордо подняв свой кошачий хвост трубой, прогуливается, я, кстати, вот такую прогулку так и не совершила, хотя все места у меня выписаны, и этим летом я обязательно такое сделаю. Следующая книга это Рэйчел Кейн и ее волчья река, на самом деле это третья книга в цикле, я, если что, советую начинать с первой, просто она у меня одна осталась в бумаге, и это психологические триллеры, достаточно жесткие, иногда пугающие не происходящими событиями, а теми страшными тайнами, тем ходом мыслей вообще, который может присутствовать в головах людей, и вот Рэйчел Кейн на самом деле для меня такой же мастер психологии, как и тот же Стивен Кинг, и концентрируется она также на том ужасе, который в людских душах, а не на том, что происходит вовне. Еще немного детективного в сегодняшних советах, и эта книга, прочитанная совсем недавно, это же Аэль Дикер «Дело Аляски Сандерс», но вот я сама читала эту книгу в мае, и прямо представляла, как бы летом вот где-то с ней было классно отдыхать, или просто хотя бы на улице сидеть, потому что она похожа на просмотр увлекательного сериала, она очень кинематографичная, здесь яркие и быстро запоминающиеся персонажи, плюс есть интригующая загадка, которая появляется сразу же, и она еще связана с убийством, произошедшим там 11 лет назад, то есть это такое расследование во времени, вот я эту тему очень люблю, и если с Жайлем Дикером вы не знакомы, то конечно лучше начинать с первой книги, но вот в целом его и «Правда о деле Гарри Квеберта», и «Дело Аляски Сандерс», это книги, которые читаются отдельно, вот с чего не начните, будет все равно интересно, и в любом порядке вам будет классно с ними познакомиться. И вот еще одна книга в сплаве жанров, это Евгения Александрова и ее «Сила и ярость юга», и по сути, да, это «Румфант». Здесь есть фэнтези, здесь есть любовная линия, все это во главе угла, конечно же, но при этом здесь такая невероятная южная атмосфера. Я вам про эту книгу уже подробно рассказывала, если что оставлю ссылочку, и вот если вам хочется чего-то типа «Унесенных ветром», но только в румфантовском стиле, вот обязательно обратите внимание, потому что Евгения Александрова прекрасно пишет, и вот слог, и повествование здесь вас вообще не разочаруют, но при этом книга также достаточно жесткая. Вот я и в прошлый раз говорила, и снова обращаю внимание, что здесь нет 18 плюс на обложке, а я бы однозначно здесь такой рейтинг дала. Ну и куда же в списке летних советов без проверенной классики? Во-первых, продолжая тему «Унесенных ветром», но на этот раз в оригинале, это Маргарет Митчелл, ну и в общем-то «Унесенные ветром». Эта книга, конечно же, настоящая эпоха, это потрясающий сплав истории, если для вас война северных и южных штатов, это какой-то странный исторический конфликт в чужой стране, который вообще неинтересный, непонятный и все такое, «Унесенные ветром» как раз показывают через людские судьбы, в чем был там конфликт. Ну и, конечно же, герои здесь это те персонажи, по поводу которых абсолютно нельзя остаться равнодушными. Можно Скарлетта Хару любить, можно ненавидеть, но какого-то равнодушия к ней проявить точно не получится. Точно так же к Рэту Батлеру, да точно так же здесь каждому герою эту книгу очень классно читать и сразу с кем-то обсуждать или перечитывать. Вот я не единожды с этим текстом знакома и мне безумно нравится вот классическая старая экранизация. В общем, это та история, к которой летом, жарким летом отлично вернутся. Ну и в списке классики куда же без приключений? Чуть более современные это, конечно же, Владислав Крапивин и его «Острова и капитаны». Здесь у меня вся трилогия, ну вернее, это роман в трех книгах, но читаются они как такие части приключения достаточно законченные. Если вам хочется вот этого духа, как на школьных каникулах, обязательно обратите внимание на Крапивина. Он пишет про детей, но не всегда только для детей. Это те истории, это те судьбы, которые интересно читать во взрослом возрасте, и вы обязательно что-то для себя откроете, заглянете в самые потаенные уголочки своей души. И вот именно проза, именно приключения и романа Крапивина это те книги, которые служат такой машиной времени. И даже если вы их в детстве не читали, читая их сейчас, вы почувствуете себя на цать лет моложе. Я такое ощущение в книгах невероятно ценю. Сама этим летом буду перечитывать «Землю Санникова». Мне очень нравится экранизация, мне и роман когда-то очень понравился. Ну вот вспомнила про него и захотелось перечитать. «Земля Санникова» это о поисках новой земли, об открытии белых пятен на карте, которых сейчас, к сожалению, кажется, почти не осталось. И я обещала, я свое обещание выполняю, конечно же, «Рафаэль Сабатини. Переключения капитана Блада» это одна из моих самых любимых в мире книг. Книга, к которой я могу возвращаться вот в любом настроении, книга, которую я знаю просто вот по событиям могу пересказывать. И если вы с приключениями капитана Блада не знакомы, любите морскую тематику и абсолютно неважно в каком вы возрасте, попробуйте. Сабатини потрясающе пишет. У него все вот эти морские сражения, историческая эпоха, судьба человека. Все это так классно и гармонично в приключениях сплетено, что просто не оторваться. И завершаю я сегодняшнюю подпорку еще одной моей любимой книгой. И вот вас, возможно, удивит, почему я советую ее в летних приключениях. Но для меня «Два капитана Каверина» это та история, в которую классно отправиться, допустим, 1 июня или когда вы смотрите это видео. И очень медленно, хотя медленно не получится читать эту книгу, но очень не торопясь погружаться в сюжет и прожить с главным героем невероятно интересную жизнь с его бытности мальчиком и заканчивая уже взрослой жизнью вместе с ним становиться настоящим человеком, вместе с ним раскрывать тайну пропавшей экспедиции. И вот мне очень нравятся истории, когда у человека есть дело его жизни и ты наблюдаешь, как он это дело, как он этим делом горит и как он проживает свой путь, проживает свою жизнь. Можете дополнять, конечно же, мой список. Я жду ваших комментариев. И мы с вами увидимся совсем скоро. Пока!